Всем привет! Получил очередной заказ с интернет-магазина F-магазин. Ну и давайте приступим к анбоксингу, к распаковке. Заказ у меня небольшой, но много интересных позиций. Взял проверенный силикон от компании Matoma. Это вот такой вот очень уловистый твистер под названием Flasher. Выпускается он в размере 7,5 см, 3 дюйма. Ну и в пачке находится 5 приманок. Взял в очень убойном цвете под названием Violet. Не так давно появилась силиконовая продукция от компании Helios. Еще не пробовал, решил взять на пробу виброхвост. Под названием Minogue. Длина его составляет 95 мм. Ну и в пачке находятся 5 приманок. Ну и как можно видеть, приманки двухцветки. Буду пробовать новый для меня силикон. Также взял новинку от компании Lure Max, модель Zuma. Давайте посмотрим, что из себя представляет эта приманка. Это вот такая вот оригинальная по форме приманка. Это твистер. Твистер имеет по бокам вот такие вот ворсинки. Ну или ножки. Ну и хвостик имеет вот такие вот пупырышки. Интересная приманка. Думаю, отлично будет ловить окуня. Ну а эту приманку представлять не нужно. Это Scalp Nino от компании Crazy Fish. Очень классный виброхвост. Отлично ловит щуку. Взял в любимом цвете машинное масло. Очень классный воблер от компании Megabass. Модель SpinDrive 58. Плавающая версия. Отличный воблер. Особенно помог он в этом году. Из-за высокого уровня воды. Где-то на 1,5-2 метра. Был очень актуален. Так как способен он заглубляться спокойно на 4 метра. Приносил и щук, и окуни. Поэтому решил взять еще один. Взял отцеп от компании Carago. Называется он Сапожок. Так как зимой ловленые зимние блесны. Необходим качественный отцеп. Ну и плюс буду его использовать как глубиномер. Ну вот такой вот отцеп. Так, весит он 30 грамм. Стоит что-то порядком, ну не дороже 50 рублей. Одни из самых моих любимых колебалок. Это Косодака Micron. Взял в очередной раз для ловли на море. Также классная колебалка. Это Forest Pal. В весе 1,6 грамм. Ну и в цвете втором. Это вот такая вот расцветка. Серебристо-синяя. Приманка отлично ловит некрупную рыбу. Такую как ясь. Там некрупный голавль. А у коней. Компания Crazy Fish делает интересные колебалки. И недорогие. Одна из флагманских моделей у них это модель Sense. Отлично ловит разнообразную рыбу. Также взял, ну достаточно новую для меня приманку. Среди колеблющихся блесен это вот такая вот колебалка. Forest Nubius Zero. Весит она 0,9 грамм. Светится в темноте согласно вот этой наклейке Glow. Ну буду проверять. Опять же новая для меня приманка. А вот Forest Mio. Это классика, которая отлично показала в этом году. Очередной раз взял. Ну и думаю неоднократно еще буду приобретать эту блесну. Так как это одна из любимых моих микроколебалок. Взял качественные апсетные крючки от компании Varivas. Есть у ней подразделение под названием Grand Nogalis. И вот это подразделение Varivas выпускает достаточно недорогие, ну по японским меркам, крючки. Вот эта модель Rockfish выполнена из достаточно толстой проволоки. Крючки мощные, очень острые, надежные. В общем, очередной раз опять же решил приобрести. Модель Тоби от компании Abu Garcia. Это одна из самых легендарных колеблющихся блесен. Была она у меня в других весах, но решил взять в таком вот цвете и весе. 7 грамм. Ну вот такой вот легкой Тоби у меня еще не было. Решил попробовать. Вообще Тобики отлично ловят разнообразную хищную рыбу. Ну и также взял для ловли щуки колебалку Dam F-Tex. Это новая версия, имеет приставку New. Отличается она от классической Dam F-Tex колебалки расцветкой. Здесь можно видеть, что расцветка такая вот кислотная с одной стороны, а подложка у блесны серебристая. Опять же, на данную колебалку еще не ловил. Взял, ну исходя из отзывов моих знакомых. Очень они лестно отзывались о данной приманке. Так, в коробке остался только чек, поэтому анбоксинг заканчиваю. Спасибо F-магазин за быструю доставку и качественные снасти. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok